Бесы. Шестой роман Федора Михайловича Достоевского, изданный в 1871-72 годах. Один из наиболее политизированных романов Достоевского был написан им под впечатлением отростков террористического и радикального движения в среде русских интеллигентов, разночинцев и прочих. Непосредственным прообразом сюжета романа стало вызвавшее большой резонанс в обществе дело об убийстве студента Ивана Иванова, задуманное Сергеем Геннадьевичем Нечаевым с целью укрепления своей власти в революционном террористическом кружке. В романе отражено поразившее всех явление политической жизни страны – Нечаевщина. Достоевский замыслил не очень большое произведение на злобу дня, которое планировал вскоре закончить. Весной 1870-го Достоевский писал по этому поводу критику и философу Николаю Страхову. На вещь, которую я теперь пишу в русский вестник, я сильно надеюсь, но не с художественной, а тенденциозной стороны. Хочется высказать несколько мыслей, хотя бы при этом пострадала художественность. Но меня увлекает накопившееся в уме и сердце. Пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь. В бесы вошли части замысла большого романа «Жития великого грешника», возможно, зародившегося у Достоевского сразу после возвращения из ссылки. В процессе написания значительно усложнились идея и сюжет произведения. Полемика героев-идеологов продолжала линию, начатую еще в романе «Преступление и наказание». Бесы стали одним из значительнейших произведений Достоевского – романом-предсказанием, романом-предупреждением. Бесы входят в ряд русских антинегилистических романов, в котором критически разбираются идеи левого толка, в том числе и атеистические, занимавшие умы молодежи того времени. Дмитрий Дмитриевич Минаев сравнивал бесов с антинегилистическими романами Виктора Петровича Клюшникова, Николая Семеновича Лескова и Алексея Феофилактовича Писемского. Напротив, в 1872-м Виктор Петрович Буренин, критические отзывы которого ценил Достоевский, отделил роман «Бесы» от рядовых антинегилистических произведений Николая Лескова, Болеслава Михайловича Маркевича, Василия Григорьевича Овсеенко, Петра Дмитриевича Бабарыкина, Николая Дмитриевича Ахшарумова. Критик писал, несмотря на всю болезненность творчества даровитого автора, все-таки приходится сказать, что «Бесы» едва ли не лучший роман за настоящий год. Четыре основных протагониста политического толка в книге – Верховенский, Шатов, Ставрогин и Кириллов. В советское время антинегилистический роман официально считался идеологически враждебным явлением, клеветническим по отношению к революционному движению. Но первое время его было возможно переиздавать и изучать. В 1935-м роман был запрещен. После начала хрущевской оттепели переиздавался только в составе собраний сочинений Достоевского. Первые после долгого перерыва массовые издания «Бесов» вышли в 1989-м. Роман экранизирован в 1988-м, 92-м, 2006-м и 2014-м. Дважды. Сюжет. Действие происходит в губернском городе и в поместье Варвары Петровны Ставрогиной, сын либерала старинного образца Степана Трофимовича Верховенского, Петр Верховенский, главный идейный вдохновитель революционной ячейки. Он пытается вовлечь в революционное движение Николая Всеволодовича Ставрогина, сына помещицы Ставрогиной. Верховенский собирает сочувствующую революции молодежь, философа Шигалева-Толкаченко, знаток народа, чиновника Виргинского и других. Дабы связать кровью созданную им ячейку, Верховенский замышляет убийство бывшего студента Ивана Шатова, собирающегося порвать с революционерами и донести на них из-за увлечения идеей народа-богоносца.